Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие гости нашего канала. Сегодня я готовлю перчик, потому как перец нужно прибирать. Вот и его время пришло. И я у себя тут порылась в своей книжечке и нашла рецепт. У меня тут вот прям вот на одной страничке был перчик супер и суперский рецепт перца маринованного. Я выбрала суперский рецепт, потому что перчик супер, я думаю, будет похуже. Что я взяла для этого? Я взяла 3 килограмма перца, а у меня рецепт вообще рассчитан на 1 килограмм перца, что очень удобно. Тут у меня все записано, рассчитано, очень все прекрасно. Мне чем понравился этот рецепт, что перчик можно брать любой, так как я его буду резать полосками. Вот я уже в кастрюле начала резать и то есть взял какой-то кривой косой и порезал. Вы можете резать кубиками, квадратиками, прямоугольниками, как хотите вообще. Я вот для этого рецептика режу полосками. Ну, сейчас будем готовить, наверное. А, расскажу. Взяла 3 килограмма перца, 150 грамм чеснока, так, 150 миллилитров подсолнечного масла, 300 грамм сахара, 3 ложки соли и мне нужно будет, представляете, 9% уксуса 300 миллилитров, то есть на каждый килограмм по 100 грамм. Я вам расчет в описании напишу на килограмм перца, потому как кто-то будет 2 килограмма делать, кто-то 3, кто-то 4, кто-то 5. Ну что же, поехали готовить перчик! Суперский рецепт перца! Перчик я порезала и теперь я его заливаю крутым кипятком. Надо, чтобы он весь был в воде, вот не хватило чайника, сейчас добавлю и прикрыть надо его обязательно, чтобы он постоял минут 10. Чеснок я порежу крупненько. Так, 10 минут прошло, вот перчик получился вот такой вот мягкий. Теперь нам нужно его переложить в кастрюльку, в другую или в миску или в чашку. Короче, как вам удобно, можете слить куда-то водичку в тазик эту. И нам отсюда нужно будет всего вот этой вот водички взять 600 миллилитров, остальную можно будет выкинуть, вылить. Так, перец я вытащила. Жидкость, которую я слила с перцев, я процедила и налила 600 миллилитров в кастрюлю. Теперь я сюда всыпаю сахар. Я все под видео опишу. Соль, выливаю масло. Сыпаю сюда чеснок. Теперь я как всегда забываю его выставлять. Перец горошек добавляю черный. И я добавляю горчицу в зернах. Все, у нас должно все закипеть. Уксус столовый я буду добавлять уже в конце варки. Кипит и пахнет. И теперь мы сюда перекладываем вот этот перец. Перец нужно не переварить. Варим мы его 5-7 минут. Конечно же, у меня очень неудобная кастрюля. У меня все закипело. Теперь засекаем 5 минут. 5-7. Смотрите сами, не переварите главное. 5 минут прокипело. Выливаем сюда 300 миллилитров уксуса 9%. Теперь у меня это все должно закипеть. 2 минутки прокипит и я буду раскладывать по банкам. Так, все, пришло время раскладывать перец по баночкам. Аккуратненько надо это делать, конечно. Так, мои хорошие. Раскладываем в банки любым удобным для вас способом. Продолжение следует... у меня такой хороший помощник вообще за закрывает мне банки помог вон те закрыть а у меня видите банки разного калибра и под закатку и под закрутку так что вот так получилось закрыла я баночки все что я вам показывала вот у меня что получилось тут эти по 750 наверное грамм и 2 по 500 а 3 по 500 получилось вот сколько что хочу сказать у меня вот рассол остался маринад этот остался потому как у меня домашний перед скорее всего из магазин с магазинов а бы столько не осталось потому что он сухого у меня сочный все закрываем теплым и до полного остывания ну что же мои хорошие хочу с вами попрощаться жду вашей поддержки конечно ваших комментариев последнее время мне нравится отвечать вам на комментарии я конечно стараюсь отвечать всем ну кому не ответила простите огород сами понимаете заготовки огороды и стройка и все прочее ну всем пока всем всего самого-самого наилучшего и прекрасного настроения на улице еще очень классная погода мне сегодня муж сказал началось бабе и лето ты будешь прощаться с девочками и мальчиками такие не здорово девочки здрасте и до свидания всем пока пока до скорых встреч а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...